...толстые кишки, диагностика современной классификации, тактика лечения. Добрый день, коллеги! Еще не устали, нет? Все нормально? Ну, теперь мы технику кломоскопии практически освоили. Ну что ж, теперь давайте делать кломоскопию. Значит, верхнюю нажимаем кнопочку, да? Ну, это я не знаю. Вот, вот получились. Итак, ну вот, глубоко задать, все-таки считать качество кломоскопии можно, выполняемую на фибро-коломоскопию. Я пошутил, а не где-то реалитарно. Ответ действительно бы, ребят, чтобы было качество кломоскопии, ну да, конечно, в виде устало. И вот здесь, на слайде я увидел очень хорошие, современные, из Ростова-на-Дону, там блестящее количество кломоскопии, но написано почему-то ФК, да? То есть фибро-коломоскопию, ФКС. На слайде было написано ФКС. Так вот это не ФКС, а видео. Правильно же, вот не фибро-единок. Итак, кстати, сколько же у нас теперь совершенно не легких аппаратов для того, чтобы осмотреть нашу простую кишку? И нам в институте повезло, вот эти вот синие кружочки, которые видите сбоку, да, это то, что есть у нас в институте. Поэтому мы действительно можем рассказать о многих советах видеоскопических системах и уточняющей диагностики. Ну, крутое образование, конечно, мы с вами их не пройдем, согласны, нет? А вот тот красивый лорд, полипчик у нас лево вверху, это полип был народной вашего покорной услуги. Это вот как раз попадает вот то, о чем мы с вами занимаемся, по скрининговой кломоскопии. Если у моего папы я нашел рак сильной кишки, и когда я был на 74 года, когда нужно было делать колоскопию обязательно? В 64. В 64, правильно? Ну, она была у меня не первая, но в 63 я сделала. Вот нашли эти полипы на том месте, где у папы был родственник. Папа жил до 90-го года. Так что доблестные наши хирурги помогли продлить жизнь моему отцу. К сожалению, хирург там оперировал, уже лучший из миров, хотя он вложил папу. Так что давайте, ребят, пошли дальше, вот смотрите. Сейчас все-таки чаще выполняется та самая скрининговая кломоскопия, как я с вами говорил. Для чего? Для того, чтобы удорожить едва заметное эпидемиальное образование и ради формы рака плоские или воплощенные формы. Я всегда себе задаю вопрос, опять-таки, по поводу того, чем вопрос был задан мне. А раньше вы видели плоские такие маленькие формы, используя молокольную оптику? Волноватые мы их видели. И вопрос я себе задавал, а почему? Мы их не видим, потому что их нет? Или мы не знаем, как они выглядят? Так вот, ответ все-таки тот, который последний. Мы видим только то, что знаем. Если у нас есть в голове ответ на то, что хочешь выглядеть, ты это увидишь. Как вести-то они были, но мы их с вами не умели разглядеть. И вот мне нравятся совершенно абсолютно верхние кадры. Смотрите, какая прекрасная подготовка. Вот эти тоненькие кружочки видите на кадре сверху? Что это такое? Лимфоид 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 лимфоид. Совершенно верно. Более о том, что колоскопию с инфекцией может выполнять только тот, кто владеет серией с карьерами исследований, способный его хорошо организовать и провести в соответствии с аналогами качества. В настоящее время энцикопист, выполняя колоскопию, должен обнаружить плоское и внушающееся образование, оценить его морфологическую принадлежность, построить наличие, оценить степень вылуженности эстозии, эпители и глубинной плази, облетать клиническую деятельность в образовании, выполнить биоксию, если образование будет удаление через полоскопы и выполнить энцикопическое удаление образования. Ведь насколько все-таки наша специальность продлилась вперед. Здесь половина занимает морфологию, обратите внимание, что мы с вами уже должны работать как морфология. И до биоксии сказать, что же у нас заобразовать, что с вами будет делать, и так далее. Вот смотрите, все-таки современные полоскопы, именно современные, они позволяют сделать, то есть устроить под парижическую принадлежность в образовании выявленных и выявить признаки кирург-диспозии в перстной и глубинной плази, а также в клиническом виде. Ну вот все известные классификации, о которых мы сегодня с вами уже практически говорили, или только начинали говорить. Ну, парижская классификация. Мы уже поднимали руки, кто использует эту классификацию, кто не использует. А давайте поднимем руки все-таки, я надеюсь, что сейчас будет лес, лук. Кто использует видеоскопическую протоку у себя великий? Кому? Ну, почти что лес, да. И маленькая рощица, наверное, кто работает на фибро. Приделите, пожалуйста, лук. К сожалению, не маленькая рощица. А такая колянка. Да, сгоревание. К сожалению. Значит, но смотрите, все-таки видеоскопическая протокура позволяет нам, используя классификацию ГУДА, Бит-Паттер, то есть янки, биттери, первого, второго, третьего, стипа, пятого, а, и так далее. И вторая классификация, это функция САНО. Но эти две классификации, если вы их используете, достаточно для того, чтобы поставить абсолютно правильный диагноз. Что нам помогает? Помогает выявить гипнохотические поливы или зубчатые адромы, помогает выявить тубулярные адромы, а также выявить их степень дисплазии и даже наличие предоставили и глубокий, не бывает, в зависимости от того, что мы с вами видим. Самая простая классификация, она позволит вам отриференцировать гипнохотические зубчатые адромы под адромом и в организме в голову к гранатам. Такое-то определение типа ямочного рисунка позволяет нам прогнозировать наиболее рентную кислотическую ГУДА, состояние на вызвании гипнохотических адромов не имеется. Для чего? А что выбрать так? Если это полипогипнохотические, то гипнохотические наблюдения. Если это полиподоброкачественное зубчатые адроматозные образования, то скопическое удаление. Если это порезностная инвазия, то вот скопическое удаление. Если это глубокий инвазия, то тут и термическое лечение. Поэтому от нас с вами, именно от нас с вами зависит постановка правильной диагноза и выбора правильной тактики лечения. Ну вот смотрите, доскопы экспертного класса. Я не знаю, я вижу великолепно, конечно, вам из зала все это видно или нет? Сейчас пару-посмотрим. Если бы свет вырубили, то мы бы смотрели так, как я вижу здесь. Здесь я могу даже один глазом сказать, что это так было. Если свет это выключить, то мы с вами тоже будем все это видать. Полипогипогипнохотические, правильно, зубчатые адромы, видно, да, это вот драматозная борьба, это полип с языками инвазии. Видно или нет? Видно, правильно, да. Видно, что это пятый айтип, почему? Потому что ямки какие? Не регулярные, но не бесструктурные, правильно? Поэтому это поистая инвазия. Здесь все ямки и сосуды цифровые. Все есть регулярные, правильно, соответственно, а длину. И вот, пожалуйста, наши ребята, которые прекрасно в своих диссертациях показали возможности этих экспертных систем. А можно ли оптической диагностики при стандартной колоноскопии? То есть без применения узкого спектра света, близкого фокуса, увеличения. Итак, у кого не экспертная система, то есть нет ни близкого фокуса, нет ни НВИ, и так далее, ручки поднимите, пожалуйста. Много. Так вот я для вас сейчас это и буду говорить. Тогда для вас. На чем основная возможность этой диагностики? Именно на энероскопической семиотике, под которой профессор Георгий Чайбайник, своим младшеньким, понимает устойчивую свободность к энероскопическим признакам. Характерно для того или иного образования. Именно для этого. А в других, либо не встречается вовсе, либо встречается с учительными. Вот, пожалуйста, вам свет там не выключили. К сожалению, я бы так вам все это рассказано и показал. Жалко, что свет не выключается. Ну ладно. Давайте просто отвечать только на два вопроса. Спокойно с вами вместе. И видеть только два фактора. Это капиллярную сеть и ямочные петели. Ничего другого говорить не люблю. Здесь ямки петели видны или нет? Нет. Я с вами согласен. Нет, потому что один не боится, говорит, что их не видит. Все с ним боятся, что они скажут, что не так. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы с вами находимся для нас, чтобы учиться. А капиллярная сеть видна? Нет. Уже лучше. Не видна. Значит, что это такое? Ну, киберплазия, правильно? Правильно. Вот и все. В белом свете. Здесь что мы с вами? Ямки петели. Ну, более всего похожи где-то на второй тип, да? По культу, да? Ну, похожи? Ну, вот они черные точки-то. Есть? Похожи? Похожи. Вот мы выделили изубчатый дом еще волнистый дом. Чем они от других отличаются? Наличие вот этих капилляров по типу изолкутых линий. Если это видите, то это будет волнистый изубчатый дом. Не читая, что это ямки петели, да что это такое? Внизу, говорите мне сразу. Что это? Ну, а ты глоба, правильно. Правильно. Это видно в белом свете, ребята. Без всякого увеличения. Безо всего. Видите, вот, пожалуйста. Единственное, что нужно иметь, конечно, видео это сколько? Желаю, что хорошее. Вот, что это просто. Но это просто в белом свете. То есть без всякого увеличения. Безо всего. А почему? Да потому что ямки петели, третий L, четвертый тип. Дальше. Корректно ли? Не окрашивая и не увеличивая. Говорите, ой, ямка петели покуда. А? Некорректно. Но можно. Можно, почему бы нет. Они ведь напоминают им эти ямки, да? Мы же это видим. Да, видим. Поэтому мы говорим, что это 1-0. А вот, пожалуйста, вон другие совершенно картинки. Чем у меня предыдущие отличаются? Правильно, чужая депрессия. Значит, мы можем поговорить уже о той классификации, которая нам поможет. Это парижская, правильно? На 28-2, плюс 20, да? Виды депрессии. И обратите внимание на капиллярную сеть. И на ямки и петели, опять-таки, похожие на ямки и петели покуда. Все-таки они немножко разрушены. На три песни похожи, да? А здесь они вот нерегулярные, согласен. Но не бесструктурные. Значит, можно с вами поставить, что это здесь один номер с признаками либо диспансии, либо поверхностных, а с признаками депрессии. А вот эти ребята? Чем они отличаются от предыдущих? Но на самом деле чего мы скажем в инвазии? Что? Опять-таки, только два признака. Капиллярная сеть и битва. То есть ямки и петели. Ну, разрушенные ямки и петели. Смотрите. Значит, здесь уже глубокая инвазия будет, да? А вот здесь капиллярная сеть, вон она вся разрушенная. Смотрите, какая. Значит, соответственно, здесь уже нам с вами можем предполагать наличие всего глубокой инвазии, правильно? Вот уникальная фотография, я ее показываю, совершенно случайно появившаяся, не получившаяся. В одном месте встретились практически все, ну, практически все, только одно. Но образование, пожалуйста, участники, музыки, гиперглазии. Это гиперпатический полик. А теперь, я нажимаю кнопки, я спрашиваю, что вот это? А? Ну, хорошо, похоже. Согласен. Пусть будет похоже. А вот это что? Да, все время написано. Это уж наоборот будет. Конечно, это вот возле полипа 10. Сидячая зубчатая дрова. Почему она дрова зубчатая? Яркие петелия видны, это два О. По товарищу Т. Кимура. То есть расширены. Итак, без умречения. Железная хромоскопия. Безо всего. Они отличаются друг от друга. Правильно? Правильно. Отличаются. И мы можем назвать их именно теми именами, которые соответствуют их образованию. Те уж, что мы видим только то, что знаем. Мы знаем, что вот это аденома. Мы знаем, что это зубчатая аденома. Мы знаем, что это гиперплазия. А это полипа гиперплотическая. Поэтому в белом свете мы можем с вами также много видеть, если вы этого захотите. Почему так стало, если вы этого захотите? Вы думаете, мы вот так взяли, посмотрели и тут же начали все это герностировать. Два года ежедневно мы сидели всем, ну не всем, но заинтересованными лицами, мы сравнивали виденскопическую картинку, фотографию с форхологическим заключением и пытались найти в них отличия. Потому что мы с вами, ну, живем, не замечая того, что как мы живем и как мы отличаем лица. Вот мы все практически не с россиян сидим. Некоторые, кстати, у нас нет, которые отличаются сразу от нас. Есть японцы, немножко, я видел, сзади, которые от нас отличаются. Поэтому я говорю свою пайку эту старую, все о ней знают. Это фильм Мимино. Едут, вырезали, кстати, кадры из эпизода из этого фильма. Едут в лифте два совершенно одинаковых, ну, японцы и китайцы, и едут совершенно с нашей точки зрения непохожие. Кикабидзе и Фрузик Рудчан. Похож Фрузик на Кикабидзе, с вашей точки зрения? Нет. Да? Или похоже? Я думаю, что нет, да? Ну, как вы скажите? Нет? Ну, что ж такие грустные? Люс Сталин. Ну, нет. С точки зрения россиянина, эти два совершенно одинаковых китайца похожи друг к другу? Да. Ну, так вот. Вот китайцы друг друга, они отличают каких-то миллиардов, не знаю сколько, они друг друга отличают, потому что не знают отличия китайца от китайца. Вот они русские, все на то лицо. И поэтому фраза была сказана одним из китайцев, как же эти русские похожи друг на друга. Он прав абсолютно. Абсолютно прав. Потому что это называется процесс познания области. Понимаете? Поэтому, если вы знаете, что вот эта зубчатая аэгонома, вы ее увидите. Если вы ее не знаете, вы идете, ну, не сможете сказать, что это зубчатая аэгонома. Индивидант наших морковых, которые полиплюют зубчато от гипотических лечить и вторых не могут. Поэтому на нас с вами стоит обязанность правильно инкоприкировать то, что мы с вами понимаем. Ну, вот моя любимая фраза, что сейчас способ, уточняющий эскетическую и эскетическую диагностику, направлен на то, чтобы научить нас видеть и правильно инкоприкировать изменения эскетической полочки, то, скажите, при этом рассмотре белого цвета. Я цифры не люблю показывать, но цифры, видите, когда нам удалось в 16-18 год, научившись различать их, довольно-таки хорошо повысить процент, особенно диагностики полипов и диагностических излучных организаций. Ну, и дальше тяжелый слазин, немножко похуже у нас, потому что пытаемся все-таки переложить на это на тяжелое. Ну, и буквально два-три слова о том, для чего же все это было создано. Чтобы правильно умирать способ лечения, правильно? Вот, пожалуйста, вот какая хорошая картинка, я люблю этот книжный, великолепный свеча. Вот, вот, десекция под листом слоя, великолепная информация. Но для того, чтобы все это было сделано, это очень много оборудования, к сожалению. Это вот ведущие ребята отечественные, так как мы с вами находимся в России, читаем для себя, и надо гордиться нашими ребятами. Кое-кто, кто иди принялся в зале, давай прекрасно делаем 10-й партийский слой. Ну, я думаю, что мы закончим, потому что я думаю, что времени у меня нет, чтобы разбирать эти наши с вами физические случаи. Ну, хотя бы давайте вот на одном, все-таки чему-то привела моя лекция, давайте. Вот это что у нас? Согласен? Здесь что? Ну, я бы сказал, что все-таки аденома 0,2А плюс 2С, а все-таки аденома с 3 закипеглубовкой инвазии. Рак, ну хорошо, рак, ну право, право. Чуть-чуть беременные, уже беременные, правильно? Здесь. Ну, что с вами? Здесь. Так. Вот это что? Это все-таки гипербазии, скорее всего, будет. Это что у нас с вами? Волнистый, топчатый аденом, и тут крайний аденома, правильно? Так что мы с вами можем все это прекрасно видеть, и я думаю, что даже те, у кого цежили фотографии, было в окно, у тебя фотографии можно делать. Это как правило, те, у кого-то, у меня здесь, в топорах, да? Или уже пленка не выпускается, и уже в топорах на этот элемент, да? То есть, когда делается... Почему? Потому что для того, чтобы все ключицы видят, надо все-таки... Почему? Потому что каждый доскоп имеет свои отличия. Работа 2,5-3 года на оборудовании фирмы Пентакса, блестящая самую картинку. Она мне очень нравилась, я понимал, великолепно слышала. Но последние 2 года я работаю в инфекции, и для меня картинка Пентакса стала немножко не той. И потому что Пентаксы хуже стали, а потому что я перестал работать с Пентакса. Потому что когда ребята мне приезжают к ресурсу, они говорят, что это что-то такое. Мне нужно адаптироваться, вспомнить и рассказать, что это такое. Не всегда может, и даже попадают дар куда-нибудь. Потому что каждый прибор, он своеобразен. Поэтому вы на английском приборе тоже посмотрите, как выглядит, как смотрится, что вы правильно, я объясню. Но, по-моему, вполне нормальные картинки, так что я думаю, что мы на этом не закончим. При этом, в разговоре слушать, я думаю, мы уже не вступим. Почему? Снимаем? Ну, тогда несколько. Вот, хорошо, 3 миллиметра образования. Я не буду ничего лишь показывать, просто белый свет. Что это такое? Вот, то ли я глухой, но здесь ребята блестяще вступают в работу. А остальные, наверное, спущены, неинтересны. Воспалительный гиперклассический парень. Или мне не пропил. Мне не согласен. Ну, так вот, что это такое? Воспалительный гиперклассический парень. Согласен, согласен, согласен. Согласен, почему-то, потому что мы только с вами об этом говорили. Да, пожалуйста. Конечно, мы бля это лучше видно. Помните тот крайний кадр, да, то, что мы с вами говорили? Да, лечитый гиперклазит. Согласен. Абсолютно-согласен. Да? Хорошо. Это кто? А где я наделюсь? Свет-то не вырубили, понимаете? Свет-то выключили, но вы выдели лучше. Я-то вижу, ну, просто великолепно вот на этом экране. Ну, в общем, предполагаю, что звук читает. Я вот ничего не вижу. Ни того, ни сину, ни пятого, ни десятого. Поэтому это тоже у нас, смотрите, фирмский парень. Так, пошли дальше. Сейчас будет побольше немножко, может, поинтереснее будет. А вот это что? Ну, мы с вами видели ее, да? Да, вот у нас висит капитан, да? И вы сказали, что это ЛСТ, да? А по пофологии это ЛСТ, что это такое? Хорошо. Ну, вот что видим с вами или что не видим? Мы ямки летели и видим? Ну, вроде. Так вот, вроде, по центру какая-то, не видим мы. Они должны быть видны. А вы не видите. Вот, смотрите, даже, применяя всевозможные прочие вещи, все это дело, однако, сами не видели ни того, ни другого. Это тоже с нами, а люди, которые... Что делали мне? Ну, размеры все-таки где-то, ну, я бы сказал, что нет, миллиметров, наверное, ну, 12-13 есть, да? Ладно, ну, или, или... Так что, биопсию или удалять? Кто за то, чтобы удалить? А биопсию взять? Кто за то, что диссекции? Да ладно, ну, нравится. Действительно, мы с вами портали это то же самое. Вот что вот это за товарищи? Они все одинаковые, одно слово имя. Так вот, товарищ считает, что это зубчатая аденома. Кто чего считает еще? Так, считает, что это аденома просто, да? И гиперклотические. Аденомы? Ну, тупулярные и так далее, и так далее, понятно. Значит, эээ... И что я тут читал? Полчаса? Хорошо, давайте начнем с чего. Покрыть и слизью. Кто покрыть слизью, как правило? Зуб 4, правильно? Молодцом. Дальше. Ямки и петели похожи на 2? А вон, смотрите, там, я еще раз ведь подсказал. Эти все одинаковые. Вот этого мы взяли, увеличили, понимаете, и покрасили, и так далее. Какие ямки и петели? Рукажите мне, кто продвинутый. 2-го полка, товарищу Кимура. А раз я бы сказал, что они все одинаковые, то что? Это все зубчатые аденомы. Слушайте меня внимательно, потому что лысый, ну, я знаю, что я. А про лысого я потом расскажу, действительно, я не шучу. Ну, так вот. Ну, это то же самое, мы с вами видели, я не сказал, но, я надеюсь, даже я говорю, ничего не буду. Понимаете, звук что-то драматчик? Конечно, ребята, ну, конечно, в белом свете. И я убиваюсь увлечением, ну, я согласен, конечно, это совершенно по-другому. Правда? Правда, да. Но все-таки в белом свете тоже это можно делать. Итак, быстренько, быстренько, быстренько. Я что делаю-то? О, ну, так. Перекрутим. Да, пиопсию делать не будем, а сделаем удаление ухозы в тагиле. У нас в центре, ну, уже, наверное, пять, мы пиопсии практически не берем, там их брать не надо. Даже раньше писали фразу такую до наших страховых компаний, что пиопсия не бралась намеренно. Чтобы не ухудшить последовательную скопическую пиопсию, причем в том, что мы, как страховая компания, требуем любую биопсию. Так вот, мы уже доказали нашему страховую компанию, что мы можем делать оптическую биопсию. Что мы делаем это не то, что не хуже наших морфологов, а лучше, что попадает нашему морфологу. Ну, такой кусочек. Ну, хорошо, мы реально взяли кусочек. То, что после этого фигура сбудет, гостин, ладно, пусть получается эндоскопистор будет делать, просто эндоскопию. И что там увидеть морфолог? Ну, что ты увидишь? Так я про лысину. Взять отсюда, я лысый, да, для морфолога. Отсюда взять? Так еще ничего, да? Поэтому и вот этот маленький кусочек, брач, берущийся из этого большого образования, он может не соответствовать тому, что на самом деле есть. Поэтому от нас с вами зависит потом правильный диагноз. Сейчас быстренько, быстренько. Ах! Ну, это убрали, это уже самое убрали. Это кто такие? Хором! Волнистый зубчатый. Ну, значит, не зря я здесь все-таки в Гонсерии. Не зря спотел здесь, правда. Не зря. Действительно, это волнистый зубчатый эндором. Вот, смотрите, они все разные, но они все одинаковые. Это вот те самые два китайца для нас с вами. Понимаете? Вот они все вот именно так и выглядят. Ну, соответственно, да, что мы думали, мы возникновили и так далее, и так далее, и так далее, все это правильно. Сейчас более интересное. Вот помните, мы с вами один из кадров, что были, мы сказали, что есть депрессия есть, да? Ага. Действительно, я с вами согласен, депрессия есть. Нет, третья и скид, походу, я вот, и петель, и все это, и какая, походу. Депрессионная линия есть или нет? Так, что такое депрессионная линия? Это линия, отделяющая. Неправда. Нет. Как раз граница между здоровым, аденоматозным образованием и инвазией. Или дисплазией. Вот что такое депрессионная линия. А мы с вами здесь ими. Поэтому это аденоматозным образованием и инвазией. Поэтому мы не ставим, не вазью, не глубокую, правильно? Правильно. В сцене раденоматозного, почему вы сказали, что это аденомат? И вы, и я. На основании чего? Ну, третий эстит, да? Он свойственен аденоматозным, правильно? И чего другому? Ну, что делаем? Без диапсидии? И вы любите, я все видел. Мой парадзионный ряд считает, я все делаю. Согласен. Удаляем. И что получаем? А вот что получаем? Объявите внимание. Это зубчатая аденома. А почему? Как нам выяснили в Афролио. Мы видели не зубчатую аденоматозную ткань. Потому что, оказывается, когда они приобретают дисплазию, они становятся внешне похожими. Так что, вот здесь еще надо будет порыться и подумать, как же нам с вами все это делать. Ну, вот что, в белом свете. Что это там же? Ну, блин! Диви прогласили. Ну, нет. Ну, вот, хорошо, вот, ладно. А аденомом все-таки, да? Затемим немножко. А аденом? Здесь понятно будет, что в любом, в дискофобусе все другое. Да, естественно, конечно, мы не понимаем все. Они хотят, чтобы в белом свете все это будет. Так, и что мы с вами... То же самое, да? Вот возле Болио. Это, да. Кожа на Афролио. Смотрите, все красиво. Все для вас. Внимательно смотрите. Что делать-то будет? Под эпиктамию, да? Вот и столько-то. Действительно, здесь тоже самое. Все понятно? Вот это кто? Ну, мы договорились называть это раками, да? Мы решили, как хотя здесь инвазии, эти поверхности, есть и глубоко, но все-таки приняли и отсутствовать уже в результате числений, правильно? И будет парцинал, что-то немножко нет. Ну, сейчас очень быстро продвижим. В белом свете яркие петели, пятый айтип. То же самое здесь и в узком спектре света. Третий тип, она есть. Демокрационная линия есть или нет? Да. Нет. Нет. Вот вы молодец. Вот, он говорит, а я, говорит, почти что не вижу. Едва заметная. Вот она, смотрите, и вот она. Воротковата, корчушка. Вот она, видите? Вот едва заметная. То есть отделяет от герматозной ткани, от той, которая уже немножко червоточиной, правильно? Извините, там уже червоточина. Это действительно, она не вазалит. Что это нам говорит о чем? Инвазия какая? Ну, едва заметная. Все-таки это было хорошо заметно. Здесь все-таки пятый айтип, пятого айтипа нет. А демокрационная линия едва заметная. Ну, можем, конечно, и так, и так. Но я бы, что все-таки пока едва из айтипа нет. Я бы так не сделал. Ради рак. Состоятельно. Я остановился. Что делаем? Неизвестно. А? Ну, ввести хирурга, да? Ну, ты хирурга что делаешь? Пробную линию? Я все ее даю хирургу, правильно? Давайте вот еще что-то сделаем. Маркировку надо делать. Видите, как с вами вот продвинулся ребят. Маркировка. Как будто у нас работают. Молодцы. Так вот, получаем что? Пожалуйста. Все. Доброкачественная штучка? Морковку пишет. Так, подождите, подождите. Мы взяли с вами биопсию, да? Морфолог нам дает вот такое, что это нам делает? Дает нам какую возможность? Что делать? Правильно. Мои дела. А мы с вами не исключили, что-то инвазия есть, от которой она должна быть, но мы считаем, что она поверхностная. Вот я считаю, допустим. Сейчас посмотрим, как это и будет, да? Лихтин хороший? Хороший. Три года без рецидива и метастаза включена. Так что, видите, мы сделали так, как мы. Но, это было года четыре тому назад. Что мы сейчас мы сделали? Мы сделали здесь, совершенно верно. Это позволило бы Морфологу лучше оценить наши действия. Согласны? Согласны. Но это было четыре года назад, поэтому там мы сделали муку заходить. Вот это товарищи. Помните? Уже третий раз показывали. 0,2,2,2,2, белом светле, ямки петельные. Какие у нас с вами? Здесь подслежьте. Нерегуляторы, ребята, идти подбудут. Нерегуляторы. Третье я по-саму, да, сочасное. Есть эмоциональные понимания? Имеется. Ранний рак, глубокое постоистие, давайте. Почему? А потому что линия-то имеется. Там было едва заметно, а здесь все-таки мы решили, что здесь, наверное, будет глубокое понимание. Опять-таки, я же не верю, что мы правы на сто процентов. Я пишу так, как мы оценивали. И почему оценивали? Ничего не скрывая. Что делаем? Резервные кишки. Вы что, так же хирургу сказали, вот, пожалуйста, я считаю, что это вот эта курсорока, оперируйте. Он скажет, докажите мне. Я понимаю, что вы против, для вас оптической биопсии, а где мы, по-моему, где? Так что, вы все же выбираете. Я думаю, что тебе все бы сделали биопсию. Берем. Берем. Что получаем? Чего делаем? А вот доктор, доктор был в луке перед вами. А я бы что, братцы, вот то, что вы говорили, морфологи, меня не устраивает ваша запись. Потому что это на 99,9, а то и на 100, все 100, это для корсорола важно быть. Что делаем? Повтору делаем биопсии, пожалуйста, уже корсоролим инсиду. Я вам что не говорил еще, ребята, если бы морфология по биоптанам биоптата, корсоролим инсиду, то на самом деле там будет гораздо гибче. Что делаем? Маркировка у хирурга. Это все делается потом. Мы с вами пока эндоскопизны. Чисто про эндоскопию говорим. Мы выбрали резеты усимоведной кишки. И, пожалуйста, потом в 4 узлов метастаза данных кольцов. Так что наличие демаркационной линии, уважаемые коллеги, заставляет нас отдать это все хирургам. Пусть они этим делом занимаются. И мы будем с вами пароматься. Последний. Ну, это вот Мишелошмир, несчастный бокс. И тоже, ну, тоже интересно все время. Если у меня совсем времени нет, давайте заканчиваем. То я думаю, что мы с вами сегодня не сможем ничего уже сделать. Все-таки пошли мы на удаление этой штучки. И оказалось, что она хорошо. Потому что муж очень больно нас Киви заставил это сделать. Это был четвертый раб его жизни. Ему сейчас 70 лет. Мы нашли сейчас еще и пятый раб. А первая операция была. Акстерпация промежки в 30 лет. Доказать, что если он в речи неудобно. Стехнический исследователь будет. Но 40 лет мы его держим. Все, ребята, это все. Спасибо большое. Спасибо большое. Профессор веселый, всех провести лет. Это замечательно. Значит, давайте так. Мы сейчас пока без вопросов пойдем. Потому что вопросов у нас хоть и много, в слайдо, порядка 10 вопросов сейчас есть. Но мы должны по регламенту двигаться достаточно быстро. У нас Олег Борисович Каченко, руководитель эндоскопического отделения института Немпетрова, сейчас расскажет о своих. Продолжение следует...